книга открытым оком том 26 вопрос 3851 тема смерть если постоянно помнить о смерти то какая же радость будет это уже не жизнь а тризна как найти равновесие чтобы не заглушить радости жизни пометованием о смерти отвечает игнатий тихонович лапкин только пометованием о смерти и можно дать надлежащий настрой по любому случаю не увлекаться временными усладами а имея в уме смерть и от уповать на милость божию и славословить христа за избавление от вечной смерти а умереть телом это заложено было уже в начале и тому не нужно противиться да и бесполезно сколько ни живи а все равно помирать пошли господь свою отраду тому кто в летний жар и зной как бедные нищие мимо саду бредет по жаркой мостовой кто смотрит скользко через ограду на тень деревьев злак долин на недоступную прохладу роскошных светлых луговин не для него гостеприимной деревья сенью разошлись не для него как облак дымный простите не для него гостеприимной деревья сенью разрослись не для него как облак дымный фонтан на воздухе повис лазурный грот как из тумана напрасно взор его молит и пыль расистая фонтана головы его не освежит пошли господь свою отраду тому кто жизненной тропой как бедный нищий мимо саду бредет по знойной мостовой 1850 год f е тютчев филиппийцам 3 10 14 чтобы познать его и силу воскресения его и участия в страданиях его сообразуя смерти его чтобы достигнуть воскресения мертвых говорю так не потому чтобы я уже достиг или у совершился но стремлюсь не достигну ли я как достиг меня христос иисус братья я не почитаю себя достигшим а только забывая задняя простирая и простираясь вперед стремлюсь к цели к почести вышнего звания божия во христе иисусе скажите дерево ты перестань расти не оживай к весне листами молодыми алмазами росы на солнце не брести и птиц не осеняй их песнями живыми ты не пускай в земле питательных корней их нежной белизне не спорить с вечной тьмою взгляни на кладбище кругом гниющих пней на суш валежника с умершую листвую все это были дни взрастала как и ты стремилась в пышный цвет и зрелый плод давала ютила песни птиц глядела на цветы и было счастливо и счастье ожидала умри не стоит жить подумай и завянь но дерево растет призвание совершая зачем же людям нам дано нарушить грань и жизнь свою прервать цветенья не желая как а случевский евреям 2 14 15 а как дети причастны плоти и крови той и он также воспринял он и дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти то есть дьявола и избавить тех которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству отмщение государь отмщение поду к ногам твоим будь справедлив и накажи убийцу чтоб казнь его в позднейшие века твой правый суд потомству возвестила чтобы видели злодеи в ней пример погиб поэт невольник чести палок леветаный молвой свинцом в груди жаждой мести поникнув гордой головой не вынесла душа поэта позора мелочных обид восстал он против мнений света один как прежде и убит убит к чему теперь рыдания пустых похвал ненужный хор и жалкий лебед оправдания судьбы свершился приговор не выль сперва так злобно гнали его свободный смелый дар и для потехи раздували чуть затаившийся пожар что ж веселитесь он мучений последних вынести не мог угас как светоч дивный гений увял торжественный венок его убийца хладнокровно навел дар спасения нет пустое сердце бьется ровно в руке не дрогнул пистолет и что за диво издалека подобный сотням беглецов наловью счастья и чинов заброшен нам по воле рока смеясь он дерзко презирал земли чужой язык и нравы не мог щадить он нашей славы не мог понять всей миг кровавый на что он руку поднимал и он убит и взят могилой как тот певец неведомый но милый добыча ревности глухой воспеты им с такой чудной силой сраженный как и он безжалостной рукой зачем от мирных некой дружбы простодушной вступил он в этот свет завистливый и душный для сердца вольного и пламенных страстей зачем он руку дал клеветникам ничтожным зачем поверил он словам и ласкам ложным он с юных лет а он с юных лет постигнувшие людей и прежний сняв венок они венец стерновый увитые лаврами надели на него но иглы тайны и суровые извили славное чело отравлены его последние мгновения коварным шепотом на смешливых невежд и умер он с напрасной жаждой мщения с досадой тайную обманутых надежд замолкли звуки чудных песен не раздаваться им опять приют певца угрюм и тесен и на устах его печать а вы надменные потомки известной подлостью прославленных отцов питаю рабские у поправшие обломки игрой счастья обиженных родов вы жадная толпой стоящие у трона свободы гения и славы палачи таитесь вы под сенью закона пред вами суд и правда все молчи но есть и божий суд на перстнике разврата есть грозный судья он ждет он недоступен звону злата и мысли и дела он знает наперед тогда напрасно вы прибегните к злословию она вам не поможет вновь и вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь 1837 год михаил лермонтов книга деяний 23 глава 12 15 стихи с наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить доколе не убьют павла было же более 40 сделавших такое заклятие они придя к первосвященникам и старейшинам сказали мы клятву и заклялись не есть ничего пока не убьем павла и так ныне же вы синедрионом дайте знать 1000 начальнику чтобы он завтра вывел его к вам как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем мы же прежде нежели он приблизиться готовы убить его как это так могло случиться что он мог в мае умереть когда все жаждет возвратиться и соком жизненным кипеть как мог он этот вишнепевец как он сумел как он посмел уйти от пляшущих дерев и от кипящих маем тел все не могу я надевиться и все девица буду впредь как это так могло случиться что мог он ума и умереть к фуфанова 1917 год игорь северянин черва 4 царств 1314 елисей заболел болезнью от которой потом и умер и пришел к нему и а царь израильский плакал над ним и говорил отец мой отец мой колесница израиля и кончина его владимир соловьев лежит на месте этом сперва был философ а ныне стал скелетом почему кончина когда конница его благодарю владимир соловьев лежит на месте этом сперва был философ а ныне стал скелетом иным любезен был он многим был и враг но без ума любив сам вернулся во враг он душу потерял не говоря о теле ее дьявол взял чего ж его ж собаки съели прохожий научись из этого примера сколь пагубна любовь и сколь полезна вера тысяча девятьсот тысяча восемьсот девяносто второй год 15 июня владимир соловьев евангелие от луки 16 23 24 и ваде будучи в муках он поднял глаза свои увидел вдали авраама и лазаря на лоне его его запив сказал отче аврааме у милосердия до мною пошли лазаря чтобы он обочил конец перста своего воде и прохладил язык мой ибо я мучаюсь в пламени си среди игры среди забавы среди благополучных дней среди богатства чести славы и в полной радости своей что все сие как дым приходит природа к смерти нас приводит воспоминай о человек умрешь хоть смерти ненавидишь и все что ты теперь не видишь исчезнет от тебя навек покинешь матерню утробу твой первый глаз есть гром есть горький стон и исходя от селька гробу исходишь ты с теня и вон предписано то смертных части чтоб ты прошел беды напасти и разные мира суеты вкусил бы горестые сладость печаль утеху грусть и радость и все бы то окончил ты во всем на свете семь премена и все непостоянно в нем и все составлено из тлена незримой твердости ни в чем пременной пременной естество играет она дарует отбирает свет только образ колеса не грянет гром и ветром не дохнет земля падет вода иссохнет и разрушаться небеса зри как животных гибнут роды на собственный свой род возри возри на красоты природы и коловратность разбери зимой слуга покрытый снегом река спрягается с обрегом творя из струи крепчайший мост прекрасные благовонны розы едины оставляют лозы и обнаженный только грозд почтем мы жизнь и свет мечтою что мы не делаем то сон живем родимся с суетой из света с ней выходим вон достигнем роскоши забавы великолепия и славы пройдем печаль досаду страх достигнем крайнего богатства преодолеем все препятства и после превратимся в прах умерим мы страсти и пылания о чем излишне нам тужить оставим лишнее желание не вечно нам на свете жить от смерти убежать не можно умрете смертным не отложно и свет покинуть навсегда на свете жизни нет милее и нет на свете смерти злея но смерть последняя беда 1761 год а.п. сумароков 2 царс 13 28 29 а весолом же приказал отроком своим сказав смотрите как только развеселиться сердце амнона от вина и я скажу вам поразите амнона тогда убейте его не бойтесь это я приказываю вам будьте смелы и мужественны и поступили в отроке а весолона сам но нам как приказал а весолом тогда встали все царские сыновья сели каждый на мула своего и убежали